Б.У.Е. Банный устав един. Смерть хлестователям, жизнь парильщикам. С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня, судя по заднему плану, я нахожусь в компании, которая занимается обработкой ламелей, а именно... Нет, не в компании Ферингер, а в компании Моголпро. И вот он, знаменитейший изобретатель всяких полезных вещей, Могол, собственной персоной, как обычно. Здравствуйте! Добрый вечер. Как всегда, добрый вечер. Порадуете новой облицовкой, дорогущей, или чем? На этот раз мы вас порадуем супер дешевой облицовкой, но я думаю, что она украсит любую печь. Вот так вот? Да. Ну, были бы руки. Ну что ж, показывайте, чем богато. Давайте, покажем. Так. Опа. Картинная голдарея. Вот это да. Приобретаем панно. Панно стоит порядка 700-850 рублей за квадратный метр. Вот. А рядом ламели из обычного уже зеленого камня под, ну, я бы сказал, под мрамор. А рядом у нас уже змеевик. Но ламели из глины стоят не более чем 450-550 рублей за квадратный метр. Это ламель из глины, это ламель из глины, а это ламель из змеевика. Из змеевика, да. Интересно то, что данная продукция сделана, конечно же, по лицензии, по итальянской лицензии. По-моему, старый раскол, скорее всего. В общем-то. И она не боится ни температуры, ни перепада температур. И самое главное, прекрасно режется. Просто прекрасно режется. Я на секунду сейчас принесу ламельки нарезанные. Ну, мы пока посмотрим. Так. То есть, вот эта ламель толстая, она где-то сантиметр с гаком по толщине. А вот это вот ламели тонкие, но они вставлены в ламели те, которые вставляются толстые. Вот как это все происходит. Вот материал. То есть, вот материал. То есть, обычная плитка, которую сортируют. Обычная плитка, да. А отличие ее от советских, скажем так, это настоящая глина просто. Поэтому она великолепно обрабатывается. Это ты делаешь вот такие вот вставки? Или это так уже... Ну, конечно, это я вырезан. Это я режу так. То есть, и наклеено. Нет, это вырезано. Это вырез. Это вырезано и запилено просто-напросто. Вот того, чего я не понимаю, то не понимаю. Она же разной толщины. Правильно. Вот была изначально вот такая толщина, да? Так. Вот, после этого мы ее запилили вот на такую толщину, так? И потом вот так обрезали. То есть, она как-то отслаивается, что ли? То есть, она тотально вот такой вот толщины. Ну, конечно. А ты ее уменьшил за счет чего? Я... Мы это делаем... На белоком? Нет. Мы это делаем на примитивном станке бытовом. Не на профессиональном. Вот так вот. Да. После этого она вставляется в примитивную пенал. Так. Ну, вот они пеналы. А, вот он пенал. Мы берем пенал. И все сделано так, чтобы данная ламель входила в этот пенал. А где ты берешь пеналы с такими зазубчиками? Ну, пеналы мы приобретаем у нашего любимого Артур Павловича Ферингена. Вот и все. Вот и все. Прекрасно. Вот и все. Да, ради понятия, сколько стоит печка одна и та же в облицовке природным камнем, и сколько выходит дешевле глиняная такая вот? Я не буду врать просто-напросто. В данном случае мы сделали вот эту облицовку в единственном варианте, потому что у нас нет просто рабочих. Ну, это на данный момент. А там дальше будет непонятно что. Ну, правда, на сколько дешевле? Облицовка? Вот такая вот. Вот такое вот. Ну, раз в восемь дешевле. Восемь раз. То есть можно получить печь в ламелях в восемь раз дешевле, чем она стоит. Облицовку. Да, то есть облицовка, которая стоит за 30 тысяч, она вполне может уложиться и в 3 тысячи. Вот ты сейчас сказал некоторую гадостную для компании Ферингер вещь. Я бы сказал не для компании Ферингер. Нет. Практически все облицовывают очень дорого. Ведь ты понимаешь, как сейчас люди ломанутся за дешево, облицовывать и делать дорого. Их же просто компанию Ферингер забомбят. Продайте нам вот эти вот ламели. Это не выгодно компании просто-напросто. То есть человек сам может это сделать, не имея ламели Ферингера? Человек сам может это сделать. И ты это расскажешь как? Элементарно. Мы берем подобную ламель. Так. Сверлим ее. Господи. С помощью... Артур Палыч нас прибьет. Так. Мы наносим несколько ободов вокруг любой печки. Любой печки. Так. Вот. Сверлим. Примитивным... Подожди. Ободов из чего? Из проволоки? Нет. Из металла просто-напросто. Делаем обода из металла. Да. Делается обод из металла. Ну, из алюминия в принципе. Вот. Делается отверстие примитивным китайским сверлом. И приворачивается эта ламель к ободу. Это первый обод. Следующий обод вплотную к второй. И потом третий. Если в зависимости от того, что вам нужно просто-напросто. А тут же будут торчать эти винты или саморезы? Винты можно сделать красивые. Сейчас можно все купить очень красивое. То есть с какими-то там надолбашниками. Конечно. Конечно. О! Так. Ну что, ребята. Я знаю, что вы хотите посмотреть. Вы хотите посмотреть, как это выглядит вживую. Во-первых, скажи, вот как эта картина называется? Я забыл. Что-то с орлом, по-моему. Нет? Я не помню, как это называется. В общем-то. Где покупал, ты хоть помнишь? Да, я помню. На рынке. На строительном? Да. На обычном строительном. Ага. Там, где вот так. Это все можно купить. Все. Точно. Я тоже там видел такие картины, она на них просто внимания не обращала. Я знаю, как вторую картину я назвал. Как? Прощадь. Я не славянки. И тра-та-та-та-та-та-та-тан, барабанной палочки. Дробь. Та-та-та-та-тан. Та-ра-ра-рам. Вот уже практически готовая печка. Да. В облицовке. при том вся облицовка насколько я вижу выполнена из обычной плитки вот можете сами посмотреть видите тонкая плитка вот толстая а вот если не заморачиваться с картиной то это все намного проще и дешевле и можно сделать совсем просто просто взять любой узор даже не с картина просто тому самую простую потому что не дай бог вы бы сломали эту картину пришлось бы ее клеить ну я умею работать на станках вы видите я не сломал ни одной ламили просто да очень интересно но ты же понимаешь что что ты по своей привычке точно так же как ты поступил вот с этим вот же да и там ломаешь рынок печей в облицовке да это же деть с хакас интерсервиса и в основном это геострой сердце но самое главное это жидеид именно с заводов у которых есть лицензии и за которые я отвечаю и они отвечают передо мной о росугский камень так мы немножко отвлеклись от темы но ты понимаешь что 8 раз дешевле печь в облицовке чем она стоит это серьезный шаг чрезвычайно на рынке я вот так сказал это не очень выгодно производителям им нужно за заплатить налоги и нужно отдать этим продавцам поэтому ну зато красиво но за труда красиво да мне тоже нравится но с учетом того что это 8 раз дешевле то есть смотри это по материалу 8 раз дешевле а по работе то есть вот допустим работе даже таджик это сделает буквально за ну за два часа просто максимум хорошо давай по-другому вопрос перепоставим вот у тебя к тебе как человеку которую есть даже благодарность за вклад в развитие русской бани от организаторов банифеста даже медаль или орден не знаю что это скажи вот человек к примеру без руки как я вот у меня честно скажу растут руки не из плеч то что вы видите это ошибка у меня растут из бедера вот отсюда я не умею руками работать тяжелее мышки я ничего не держал человеку понравилось понравился какой-то рисунок он купил плитку кстати сколько здесь квадратных метров надо вот допустим на данную печку идет одна целая 27 сотых квадратных метров человек купил плитку это печь максимум взял посмотрел твой адрес где же ты находишься зашел соответственно на сайт могу точка про и взяв эту плитку на плечо к себе взвалил пришел к тебе говорит вот у меня есть плитки сделай пожалуйста облицовку ну понятное дело то что не возьмешься это за бесплатно делать даже хорошим людям вот сколько ты денег возьмешь за облицовку вот такой вот большой печи к примеру ну лучше в долларах потому что непонятно когда нас смотрят возьму и за одну печку я точно не возьмусь на 10-15 печек ну наверное я найду людей которые это будут делать тем более вчера я как раз познакомился на рынке 41 километр который согласно приехать и работать но сколько это денег за 10 печей только раб по работе ну я думаю что в 5000 мы точно уложимся 10 печей облицевать 5000 нет каждое за каждую конечно то есть 50 тысяч ну теперь вы собственно говоря услышали такой завуалированный клич и призыв могола господа из магазинов можете делать мне заказы на различную облицовку ну что ж мы это все услышали громкий клич но все-таки меня смотрит обычные люди они только магазина давай покажем как это все делается давай слушай но прежде от открой секрет страшную тайну что это за приборы такие компьютерный кулер и светильник или мясорубка и светильник и тогда может давай 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 увидишь иногда я балуюсь я купил за 100 рублей вот такие вот микросхемы светодиодные это это к ним прикупил кулеры по 150 250 рублей до этого мясорубка которая оказалась не дееспособны и я сделал из них офигительные светильники светильники до которые светят но я так думаю если каждый заявлено по 50 ватт и это современные светильники то минимум 300 ватт они выдают до света умеешь весь летит очень неплохо дать кстати без яркого свет посмотрим так что она выглядит картины красивые да вообще печка вышла просто супер а главное три купейки ну за опт минимум 10 а цена если а если 20 с 20 наверно дешевле пойдем если делать без рисунка то еще за 5 с 2 с половиной за печку чтобы что-то сломалось ну да ну да потому что одно дело если ламель на картине сломается заменить сложно а вот если сломается ламель у плитки без рисунка а просто с каким-то дизайном можно заменить заходим тайную мастерскую которую многие уже видели где находятся букеты из паровых пушек так но не о паровых пушках речь и так ну для начала только что получен был заказ что вполне возможно кому-то понадобится облицовка из онис поэтому онис я уже приготовил передо мной это мрамор а вот ламели из плитки порезаны вот они взяли в больших количествах где вот это да это вот они они нет это вот они вот они дай покажем на какой-нибудь плитке как она делается не смогу понял упора сняты просто понял но в принципе тут понятно то что ты делаешь надрез то есть прорезь потом снова а как ты снимаешь вот эту вот часть кромку и и снова режу я ставлю ее вертикальные снова режем то есть вот так вот ставишь и снова режешь она в принципе видно ух ты ядрить колотить а ну и вот рационализатор изобретать очень сложно конечно уложиться на длине 45 сантиметров так чтобы она нормально уложилась вот смотрите вот здесь вот какая толщина осталась да ну 3 миллиметра и здесь столько же это нужно уметь надо прямые иметь а плитка вся кстати которую ты покупаешь в одной пачке одного одной толщины а вот в этом вся проблема все что делается в россии советском союзе но не калиброванная из-за этого у нас на рисунке получается разнобой но зато дешевле чем импортная импортная стоит по полторы две тысячи российская стоит 500 600 рублей то есть в разы я думаю что никого не будет волновать разнотолщины в данном случае не но это волновать будет того кто это делает да для меня это проблема для меня это проблема потому что если посмотреть вот видно что она играет вот так вот и так вот это вот толщина все время играет и мы не можем попасть точно в размер это сложно поэтому вот на ламелях видно 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 видите с этой стороны какая толщина остатка давай 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 подождите сконцентрирую камеру вот вот и здесь раза полтора на толще просто на просто да так и есть и это не зависит от меня вот а здесь уже нормальненько ну что ж тебе сказать я знаю ты сам видео любишь поснимать нам агул про разместить на форумах на всяких тогда чё ждем ребят во первых заходить на могу про во вторых на всякие формы где ты обитаешь нигде надо у меня только сайт могу в общем ждем видео о том как ты это все делаешь включаем станок в данном случае в данном случае берем насос не хочет качать но у нас есть способ потек заработал а 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 Так. Очень даже. Вот такой вот рейс. И он не до конца. Да. В данном случае оказалось, что я давно не работал. Просто напросто. Так. Кнопкой. Удовольствие ниже среднего вообще дышать всем этим. Но если по плитке, там как раз не до конца и надо. Во. Нормально. Как бог. Удовольствие ниже среднего. Холодные руки. Холодная вода. Пыль. Практически зима. Практически. Сделано только для наших уважаемых зрителей. Вот так вот. Больше мы ничего не покажем. Правильно? Ну, только пушки. Заготовки пушек. Если уж очень кому-то интересно. Да, естественно. Это всем интересно. В общем, что сказать на прощание. Все, все, бегом на Моголпро. Магазина по всей России. Вы слышали, что можно сделать облицовку очень дешево. А на какие печи? Ну, я думаю, что практически на любые. У которых есть кожух? А? У которых есть кожух или на печи серки? У которых есть кожух. И те производители, которые захотят помочь. Потому что мое дело только сделать красиво облицовку. А конструкции нужен дизайн самого производителя. Ясно. Понятно. Ну, что ж. Ну, перебью. Перебей. Да. На мой взгляд, как всегда, Константин Бессонов впереди планеты всей. И он сейчас облицовывает очень многие печки свои, которые ранее он не облицовывал. Важуха. То есть, ты хочешь сказать, что возьмешься облицовывать его печи? Да я уже облицовывал. Какие? Я облицовывал ангара 2012. Так, облицовывал, значит. Я ее именно ониксом и сделал к ней еще и светомузыку. Так, так, так. Все вы знаете, что меня связывают тесные узы с заводом Грилд. Поэтому я считаю необходимым облицовывать комету Вега. Возьмешься за это? Обещался. Обещался. Окей. Тогда, ну тогда ждите новое видео, как облицована будет комета Вега. Ну и может быть какие-то еще другие печки. А пока ферингер. Такие дела. Так. Что нужно делать-то после того, как человек посмотрит видео? Спать спокойно. А лайк Толику поставить, а красную кнопку подписаться. Это самое главное, конечно же. Вот. Поэтому ставьте лайк, красную кнопку подписаться. Все. Ну хорошо. Спасибо за просмотр!